Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале Ванила Мария. Кто в первый раз, мой никнейм пишется с тремя буквами L и без пробелов. А сегодня мы с вами поговорим о косметике Mixit. Я давно уже задолжаю очень большую часть своей аудитории, кто интересуется этой косметикой, видео о косметике Mixit. Я в первый раз снимала, когда еще только набирала обороты популярности этой косметики. Первый раз снимала видео и, в общем-то, очень популярно оно было на тот момент. Поэтому сейчас снимаю также по запросам уже вашим о косметике, свои впечатления от ее использования, что я рекомендую, что нет. Поэтому, если вам интересна косметика Mixit, если вам интересно мое мнение о ней, то оставайтесь со мной и желаю приятного просмотра. Хотелось бы начать с ухода для волос. У меня был Принцесс шампунь. Это шампунь для роста волос. Здесь 250 мл. Мне этот шампунь понравился меньше, чем бронз-шампунь для темных волос, потому что там это было бомба. Все было прекрасно и волосы действительно плестили лучше от этого шампуня. Он потрясающий пах каким-то там непонятным, невыговариваемым растением, но не суть важна. Это был потрясный шампунь. Как ни крути, от него волосы действительно были лучше. Этот шампунь на мои волосы не произвел никакого эффекта, лучше они расти не стали. Он неплохой, обычный, хорошо промывает. Он без сульфатов, натуральный шампунь. Все у него хорошо, но не вау. Нет никакого вау-эффекта, нет потрясающего запаха. И как-то он меня не впечатлил, поэтому я думаю, что больше я именно данный шампунь брать в марке не буду. Если как именно без моих восторгов от предыдущего шампуня этой марки, то он, да, неплохой, хороший шампунь, но все-таки нет. Следующее, что я взяла, это Rehab Balm. Это восстанавливающий бальзам-кондиционер для ослабленных волос. Неплохой кондиционер, он хорошо распутывает волос, он хорошо их питает. Здесь потрясающие ингредиенты. Здесь масло жожоба, кастровое, конопляное, масло депантенол, алоэ вера, аппетитный комплекс из злаковых. Также растительные экстракты календулы, хмеля, облепихи, эфирное масло лаванды, розового дерева, кедра. В общем, потрясающий, богатый состав. Классный, очень насыщенный кондиционер. Он медленно расходуется, его нужно не очень много. Он хорошо именно распутывает, питает волосы, делает их гладкими. И если вы любите также эффект именно гладких волос, волосок к волоску, чтобы все это гладко единым полотном лежало, то этот кондиционер вам подойдет. Он не то чтобы утяжеляет волос, он их разглаживает именно. И поэтому для девчонок, кто любит кудри, кто любит какие-то такие пышные объемные прически, мне кажется, этот бальзам не подойдет. Но если вы любите именно эффект вот таких вот лощенных, богатых, дорогих волос, гладких, то этот кондиционер то, что нужно. На зиму очень советую, очень классный именно вот на холодный период. Также я взяла их знаменитую Rich Mask. Это маска питательная для ослабленных и поврежденных волос. Здесь 150 мл, то есть достаточно такая баночка, не очень большая для маски. Я, в принципе, практически ее использовала. У нее очень классный запах. Она пахнет лимонным мороженым. Потрясающий запах цитрусовых. Также здесь очень крутой состав. Здесь содержится очень много полезных ингредиентов. Также масло жажаба, сои, гель алоэ вера, витамин F, экстракты перца черного, хмель, экстракт масла лимона, розмарина, также перца черного. Кстати говоря, вот эта вот маска, она чем-то отдаленно напоминает запах того самого шампуня для темных волос, который мне безумно нравится. И, как я поняла, вы все-таки сняли с производства. И, честно говоря, марка Mixit, если не миксит. Я, честно, до сих пор не выучила, как вы называетесь. Простите меня, пожалуйста. Но, если вы меня слышите, пожалуйста, верните мне шампунь для темных волос. Я его буду литрами заказывать, но верните мне его, пожалуйста. Вернемся к маске. Маска, честно говоря, я от нее ожидала чего-то большего. Она, в общем-то, по своим питательным свойствам похожа очень на вот этот вот Эльхабал. Но маска приятно пахнет. Она тоже очень хорошо питает волосы. Она их разглаживает. Она делает их такими лощеными, здоровыми, красивыми. Она медленно расходуется. То есть, ну, вот мне практически на год хватило упаковки 150 мл, при учете, что 150 грамм. При учете, что это, в общем-то, не самый большой объем маски. Обычно литр где-то уходит в год на мои волосы. Тут, в общем-то, я, конечно, мешала с другими продуктами, но, в общем и целом, маска медленно расходуется. Ее очень надолго хватит. Очень хорошо она работает именно сухостью волос. Очень хорошо она оживляет волосы. У нее классный запах. И если, в общем-то, вы ищете для себя маску с хорошим натуральным составом, без силиконов, без какой-то другой бяки, при этом вы хотите, чтобы она работала, и у вас, в общем-то, нормальные, здоровые, просто там, сухие волосы, пересушенные укладками, то это как раз то, что нужно. Это Рич Маск. У них, по-моему, несколько маск. Но вот мой вариант, который у меня был, я искренне советую вам. И последние два продукта, которые меня, честно говоря, немного подразочаровали, это продукты из серии Total Control. Это уход для тела, антицеллюлитный. У меня были вторая ступень, это маска. Total Control маска, это эффективное обертывание экспресс-похудения для тела. Здесь у меня 250 грамм, и, как вы видите, я вообще практически не пользовалась этим продуктом. Я даже пыталась спихнуть его маме, даже у него оно не пошло. У него, у нее оно не пошло. Господи, русский язык. Я, честно говоря, даже пыталась спихнуть данный продукт маме, но даже у мамы как-то вообще не задалось. Дело в том, что здесь содержатся очень такие холодящие ингредиенты. Он очень холодный. То есть все люди, кто когда-нибудь использовал продукты антицеллюлитные, они делятся на два типа. Те, кто ненавидят вот эти вот теплые, разогревающие, те, кто ненавидят холодящие. Вот меня красным перцем намажь, мне будет тепло, хорошо, я лягу спать. Мне классно. Вот я люблю такие продукты от Belita Vitex, вот этот знаменитый зелененький крем для вани, от которого просто все нормальные люди отпрыгивают и больше никогда на себя не нанесут. Потому что он прям такой ядреный, прям совсем-совсем так разогревает и печет. Но вот я ненавижу холодные продукты. Я сколько на лето брала, мне все равно слишком холодит, мне холодно летом в 30 градусную жару от этих кремов. Здесь же это просто жесть какая-то, это антарктида на ваших ногах, вот если вот так по ощущениям передать. А самое страшное, что у меня мама использовала это в бане, и она с этим пошла в парилку. И вот тут эффект вот этого средства, он в разы увеличился, то есть она там вообще замерзла, просто зуб на зуб не попадал, потому что оно холодит жесть. И я, когда использовала это средство несколько раз, я забиралась по три одеяла, мне ничего не помогало, я не могла согреться. Я пила чай тоннами горячий, ничего не помогает, в общем-то. И тот эффект, который можно потенциально достичь с помощью этого средства, он, конечно, мне кажется, для меня лично будет в разы меньше, по сравнению со всеми теми неприятными ощущениями, которые приходится пережить. Поэтому я не знаю, кто у нас будет использовать это средство, скорее всего, наверное, никто, что слишком холодит, слишком ядерное средство. Я, честно говоря, не знаю, борется оно настолько эффективно там с целлюлитом, с апельсиновой коркой, с какими-то застойными явлениями, какой-то эффективный лимфодренаж от него или что. Но вот все то, что приходится пережить, где там полчаса, пока это все держится у вас на ногах, это не стоит того, вот мне вообще не понравилось. И также Total Control Cream, это следующий уже этап, это массажный крем для тела, здесь 150 грамм. Выглядит он примерно так же, как и у них есть Mint Ice, по-моему, крем. Кстати говоря, Mint Ice Cream, он холодит, но он приятно холодит, он реально классный. И вот на лето это идеальное средство, которое действительно работает, подтягивает кожу. Здесь он пахнет цитрусовыми, он, в принципе, неплохой увлажняющий крем для тела, но у меня как-то он тоже не пошел. Честно говоря, рука вообще не тянулась к этому крему, видимо, сказался шлейф вот этого вот продукта. Но у меня, в общем-то, сложилось впечатление, что просто хороший увлажняющий крем, не более того. Именно массаж с ним не получится, он быстро впитывается. Сам по себе он неплохой увлажняющий, но тоже эффекта какого-то я от него не заметила. Мне намного больше понравился Mint Ice Cream, который у них отдельно не в антицеллюлитных сериях, он именно действительно очень хорошо работает, очень хорошо подтягивает кожу. Здесь я такого эффекта не заметила. Это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Если вы пробовали марку Mixit, оставьте в комментариях свое мнение, своих любимчиков. Обязательно почитаю, посмотрю, найду что-нибудь для себя новое, что еще заказать в этой марке. В целом, марка мне безумно нравится, и я хотела бы попробовать много там продуктов. Хотелось бы узнать ваше мнение, что вы советуете. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также в инфобоксе все ссылки на мои соцсети. И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока! Пока!